И общение Духа Святого, да пребудет с нами со всеми. Аминь. Сегодня была проповедь о том, что, да, нужно трудиться для Господа, быть добрыми и верными воинами. Но, знаете, братья и сестры, что порой мешает дерзновенно, да, совершать служение? И от чего порой уходит сила Божья? Бывает у многих так, что многие ведут в войну жизнь, пускают в свои жизни грех, и не всегда хотят очищения своей жизни. И об этом стихотворение. Но кровь Христа, она спасает, она очищает от всех грехов. Глаза твои не плачут, сердце плачет. Никто не видит, сердце слезы прячет. Оно по-старому не хочет жить, грешить, грешить. За столько лет на сердце накопилась такая грязь. Ах, если бы отмылась. Нечистота лежит за слоем в слой. Попробуй, смой. Не получается. Не хватит слез сердечных. И, кажется, прилипло грязно вечно. В нечистом сердце пусто и темно. Болит оно. Ты от грехов освободиться жаждешь? Желает очищения не каждый. Кому-то нравится нечистота. А ты встал. Ты хочешь подойти к нему поближе И сердце преклонить как можно ниже. О, как тебя запачкал сатана! Но кровь сильна. Вставай, иди. И на тебя так многие вставали. И у Христа прощенье получали. И многих очищала кровь Христа. Но нужно встать. О, без крови прощения не бывает. И только кровь Христа нечистая сбывает. Вставай, вставай под эту Божию любовь, под эту кровь. Аминь. Подписывайтесь на мой канал, Продолжение следует...